Погнали голопом по закрывающемуся Steam фестивалю. Последний день фестиваля, попробую 5 демок сыграть за 1 час. Времени вообще нету, может быть что-нибудь успеем посмотреть, может быть вообще ничего не успеем увидеть. Первая игра You Suck at Parking, ты сосёшь во время парковки. Это про меня. Посмотрим, понравится ли мне такая игра, которая про меня. Аркада какая-то весёлая, где нужно вовремя припарковаться. Единственная гонка, где нужно вовремя остановиться. Поехали, давай. Сразу к делу, это хорошо, это то, что мне нравится. Так, ну, я умею поворачиваться. А, да, я умею поворачиваться. Ох, там можно вылететь справа, нафиг надо. А куда я поехал? Ну давай попробуем прыжок. По-моему, у меня получилось неплохо. А вот и парковка. Остановиться, значит припарковаться. И задней передачи здесь нету. Фигово так-то. Ну ладно, я попробую справиться. Мне нужно остановиться именно в этой зоне, я понял, всё. Не так сложно. Я смогу хотя бы один уровень успеть пройти за 12 примерно минут? Отлично, прямо в зоне. Давайте следующий уровень. Сколько я пройду? Не знаю, вроде бы в демке 40 уровней. Если я всё правильно увидел. Но я могу ошибаться. Супер, а теперь при мастиске на каждом пар... На каждом парковочном месте. Это как? А, на оставшихся точках тоже нужно оставить машину. Что-то похоже на эту игру я видел. А может быть я её демку и видел где-то уже на каком-то фестивале. О, чёрт. Упс, это провал. Это провал. Ещё топливо заканчивается. Если посмотреть верхнюю часть экрана, видно, что топливо-то тут не бесконечное количество. Главное, главное остановиться сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай, доезжаем. Нормально. Все машины, которые ты неудачно припарковал, они остаются тут тоже забавно. Так, это было обучение. Типа, обучение. Можно выиграть время с ускоренным повторным появлением. Следи за временем и датчиком топлива. Обучение для слабаков. Поехали дальше, продолжаем. Карта уровня открыта. Обучение пройдено. Изучай мир и паркуйся правильно. Нет, что-то я определённо... Может быть это где-то я играл уже. Или что-то похожее. Сейчас фиг вспомнишь. Ну, концепция мне ясна. Ветряная мельница. Погнали. Давай, первый старт. Удивительно, что я в демку эту играл уже когда-то. А игра, значит, до сих пор не вышла. По-моему, я где-то в прошлом году проходил или ещё что. Так, ну тут вроде бы не сложно, кажется, по первым впечатлениям. Ну, посмотрим, поехали. Две парковки. Наверх сначала поехали. Ах, задней передачи-то нет. Да, что ж такое-то. Да, вот это жёстко. Ты не сможешь отъехать назад. Но можно тормозить вообще-то. Но это не значит, что ты сможешь... Да что... Вот это просто отвратительно. Как припарковаться правильно, когда всё вот настолько жёстко происходит. У меня заканчивается время. Я не смогу пройти это всё заново. И есть, наверное, ограниченное количество машин, которые можно использовать ещё. Всё, последняя машина. Ну, одной парковки недостаточно. Давай-ка заново попробуем проехать. Поехали, 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 поехали. О, просто улетел нахрен. Это вообще не вариант. 20 секунд у меня осталось. Давай сначала попробуем снизу. Мне кажется, снизу полегче. Пошло, 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 поехало. Так, вторая машина. Давай, вот с первой попытки сейчас. Всё, засчитал. Нормально. Может, не идеальная парковка, но нормально. Две звезды мне хватит. Давай следующий уровень. С хорошей игры я решил начать. Самое то, по-моему, для разминки. Так, сюда. Я, конечно, не посмотрел, как обычно, карту. Но вроде всё правильно. Так, можно вообще проехать оттуда. Зачем мне прыгать, если можно вот по мосту проехать? Это же типа мост. Конечно. Идеально. Идеально. Вот сейчас было идеально. У меня времени ещё дофигища. И, по-моему, я получил какую-то суперзолотую звезду, означающую, что я справился очень-очень хорошо с задачей. Поехали дальше. На большую дорогу. Вот. Здесь что-то запутано. Я, да, играл в демку, видимо, этой игры. Но уровни были явно не эти. Хотя я могу ошибаться. Поехали. Так. Давай, розовый грузовичок. Идеально. Так, а второй куда? ХЗ. Можно было сразу проехать, но я решил, видимо... Ну, тут, конечно, эта игра пора бить про то, чтобы можно было бить рекорды. Очевидно. Слушай, а куда поехал? Я вернулся назад зачем-то. Это вообще ошибка. У меня заканчивается бензин на этой машине. Всё. К сожалению, приехал. Не туда поехал, не туда повернул. А вот здесь прямо можно, кстати, на самом деле прыгнуть. Всё. Главное теперь дальше не ошибиться. Далеко нужно припарковаться. А, тут три парковочные точки. Я-то думаю, в чём проблема. Понятно. Но я вижу, где третья. Туда можно успеть доехать. Давай в этот раз с этой стороны. Надеюсь... Надеюсь, без проблем доберёмся. По-моему, я в ловушке. Давай следующую машину сразу. Лучше всё-таки отсюда. Я сейчас понял это сделать. Чтобы нигде не упасть во время прыжка. Так, ну здесь нужно просто прыгнуть нормально. Это было так близко. Это было так близко. У меня 20 секунд осталось. Я могу успеть. Я могу успеть, по идее. Нужно, 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 нужно. Нужно постараться. Я не хочу начинать всё это заново. Это сложно. Достаточно 9 секунд. Сейчас или никогда. Это было вот прям на краешке. Ну всё, я не успею. Я не успею. Можно заканчивать. Последняя машина. А, типа у меня ещё есть время, да? Если я смогу доехать, то засчитается. Так, давай-давай. Мне сейчас поможет припарковаться. Отлично. Я справился. Пойдёт. Пойдёт. Так, а давай к карте уровня. Мы здесь типа прошли всё на вот этой территории, да? Видимо, да. В другую зону нужно отправиться. Так, где они другие зоны у нас? Где-то здесь. Футбольное поле. Сюда. Возможно. Я еду. Можно попинать мяч. Я уверен. Физика есть, конечно. Трава неплохо так нагружает компьютер. Но её можно вроде, если что, отключить. Так, поехали. Забалун. Восемь уровней. Или восемь, можно максимум сердечек получить. Три уровня. Три уровня. По две парковки. А, три на последний. Двойной скачок. Красивая облака. Скоростная трасса. Вперёд. А чё не грузится топ-лист? А, есть топ-10. Надо же. Вау. Ну, я, конечно, с ними сейчас соревноваться не буду. Ну, здесь этот список лидеров обязателен. Просто, по-моему, игра про это, потому что, чтобы ты бил рекорды или своих друзей, или общие мировые какие-то рекорды и так далее. Двойной скачок. Что в чём прикол? Я подпрыгну, если сюда заеду? Воу, 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 воу. Я понял. Это несложно. Давай следующую машину. Я с разгона это сделаю. Всё пройдёт нормально. Вот так вот. Идеально. А где вторая парковка? А, другая парковка с другой стороны. Да, это может быть немножко сложновато. Хотя, нет, я справился идеально. Практически с первой попытки. У меня ещё половина времени оставалось. Давай второй, следующий уровень. Так, чего тут у нас? Несколько прыжков и две парковочные зоны. Одна снизу, одна сверху. Давай. Три даже, три, по-моему, всё-таки. Уровни. Так, здесь парковаться не надо. Зачем я сюда залетел? А, чтобы наверх подняться, наверное. Давай. Залетел? Нет, вниз. О, ну это, это всё. Это всё можно заканчивать. Мне кажется, я не успею за 40 секунд. Можно сокращать, конечно, лишние прыжки совершаю. Давай вот для начала вниз. О, да даже не долетел. Мне сейчас не хватит машин. Сколько мне их? Давай, может, хотя бы на нижнюю для начала попробовать. Она, она вроде не сложная. Ага, конечно, не сложная. Ну, ну, пожалуй, я сразу начну заново этот уровень, потому что это бессмысленно. У меня же минуту уже, минуту на три парковки, это очень жестоко. Так, давай наверх. Засчитаться должно было, я... Эй, какое тут правило засчитывания? Я же был на белой линии. Это не считается? Вот сейчас хоть нормально будет? Окей. Это вышло случайно, но я доволен, что у меня вышло. Так. Ну, а теперь на верхнюю. Время ещё есть, как бы, 45 секунд. Должен успеть. Давай, залетаем. Вроде бы залетаем. Да, залетел. Отлично. Сейчас главное остановиться. Вовремя. Есть. Фух. Тут будет сложно проиграть. Я не знаю, сколько у меня машин, я не понимаю, где это пишет. Но пока всё идёт очень-очень неплохо. Давай, не рискуем. Не рискуем. Идеальная парковочка. Давай, следующий уровень. Так, третий уровень, и тут тоже три парковки. Всё. А что за жёлтое ускорение, или что это? Вау-вау-вау, а нужно ли оно? Закончился бензин. А, я помню, я этот уровень играл. Здесь нужно, да, ускоряться, потому что бензина очень мало, если ты не доедешь. Так, ну для первой парковки хватило. Вот это интересный уровень, потому что здесь-то, это типа головоломки уже, на самом деле. Они просто только лишь на точность. В последнюю будет очень тяжело заехать, как вы видите. Ну всё, ну вот так вот я просто не доеду даже. Или доеду, доеду. Не, не доеду. Интересно, а как тут сделать правильно? Я попробую, конечно, ещё раз. Нужно почти не вилять, что ли? А, нужно было не сбавлять. Я один раз сейчас отпустил кнопку. И из-за этого уже, в общем, провал был. Ну всё, тут мне не хватит. Ни времени, ни топлива уже. Ммм, интересно. Давай, давай сначала, давай сначала этот уровень. Он интересный, я его прям должен пройти успеть. Повороты очень сложные. Ну, всё же идеально было. Ах ты ж, собака. Так, а вот эту я доеду? Я доеду сейчас до последней парковочки? Чуть-чуть не хватает. Игра просто троллит здесь, как будто, мне кажется, игрока. Нет, 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 давай. Я понял, что нужно сделать. Нужно всё-таки повернуть, мне кажется, чтобы на последнюю приехать. Ммм, тоже жёстко. Повороты там очень сложные. Здесь во время полёта можно ещё управлять. А может быть, машины какие-то лучше доезжают до контрольной точки, чем... Просто даже тень не доехала. Красиво. Ну, а если заехать сейчас с этой стороны, посмотрим, как будет. Тоже не хватает. Тридцать секунд на три точки. Думаю, лучше сразу начинать начать сначала. Поехали сразу наперёд. На последнюю попробую доехать. На вот этой розовой. Если получится, всё отлично. Тогда получится и с другими. Не, они как-то не доедут по вот этому прямой. Всё. Давай-то на первую сейчас останавливаюсь. На ближайшей. А остальные... Оооо. Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Не, я должен это пройти. Это, по-моему, так просто вроде, да? По идее. Но точность вот здесь, она тоже играет роль. Это кошмар какой-то. 50 секунд. 50 секунд на три такие лёгкие парковки. И не получается. Наконец-то. Поехали. Поехали. Всё есть. Всё есть. Давай сначала попробую налево её заехать. Аккуратно поворачиваю. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Да что же это... А, вот это отвратительно. Мне сейчас не хватит доехать. Не, конечно, не хватит. Даже с ускорением. Ну, и это провальное. Можно уже сдаваться. Я так полагаю, ещё можно даже вытолкнуть машину свою, которую ты уже припарковал. Потому что она... Ну, больше не будет на парковке находиться. Ну, чуть-чуть. Ну, оттолкните меня эти шины, пожалуйста. Они не отталкивают. Просто дикая. Это самый дикий уровень. Как ни странно. Несмотря на то, что здесь больше всего прямых линий. Ох. Она не останавливается как надо. А если я тормозить начну? Идеально. Так, у меня есть шанс ещё. Есть шанс. Так, во-первых, нужно доехать спокойно здесь. Не создать никаких дополнительных проблем. Отлично. И давай последнюю. Главное правильно повернуть. 40 секунд и неизвестное количество машин. Я должен... Успеть. Всё, я справился. Всё, я справился. Дальше больше уровней не успеем. Игра хороша. Удивительно, что она до сих пор не вышла. Я точно играл в её демку уже когда-то. Даже некоторые уровни вспомнил. Но она до сих пор не выходит. Надеюсь, её улучшают и разрабатывают. Не зря столько времени. Ждём её. Давайте переходить ко второй демке. После таких напряжённых поездок на машине нужно немножко расслабиться. И вторая демка нам как раз с этим может помочь. На яд посмотрим. Вроде бы игру показали на недавней. Не какой-то конференции, которая была вместо Е3. Одной из... Эпизод первый. Сущность, которая была рождена, когда дождь поцеловал скалу. Скалу? Скалу. Да-да-да. Вот мы играем за какое-то существо, которое плавает в воде. Насколько это будет медитативно? Мы сейчас поймём. Говорят, вроде на геймпаде лучше, но я попробую с клавиатурой. Ой. Ой, как мягко управляется. Очень приятно. Даже с клавиатурой. Поплыли. Так, а как повернуть только? А я должен листья собирать или ещё что-то делать? А, ну, повороты немножко так реализованы. Ты не поворачиваешь налево или право, ты выбираешь направление, куда плыть. То есть ты, вот чтобы вот туда сейчас вперёд проплыть, ты нажимаешь не вперёд, а вниз, соответственно. Ну, хотя это логично, наверное, с какой-то стороны. Но немного непривычно всё-таки. Той же машиной мы сейчас управляли, там управление машиной совсем иначе. Смотрите, бабочка полетела с нами. Ой, ну красиво, очень красиво. Очень красиво. Несмотря на вот такую простенькую графику. Привет, маленькая. Это мы говорим ей или она нам бабочка? Она на нас села. Тебя звать Наяд. Хранитель этой реки. А, это нам обращается бабочка. Понятно. Мы хранители этой реки. Здорово. Здесь начинается твоё великое путешествие. Ну, всё. Слушайте, я уже готов к этому путешествию. Давайте, мне кажется, мне на дымку не стоит играть, потому что лучше всё полностью в это путешествие погрузиться в полную версию. Но давайте немного посмотрим. У нас есть время всё-таки хоть какое-то. Не бойся. Я всегда буду о тебе заботиться. А что-то с нами может случиться страшное здесь. Дождь очень красиво сверху падает. Вот это как-то необычно выглядит. Хотя, казалось бы, просто дождь. Дыхание шепчет подсказку. Нектар для бабочек. Давай попробуем собрать нектар какой-нибудь. Почему у нас синий, фиолетовые волосы? Я могу его брать или что-нибудь делать? О, я могу нырять. И звук меняется. Практической пользы пока не знаю, но... Возможно, такая присутствует. И хорошо. К управлению надо привыкнуть. Определённо. С клавиатурой она пока что очень неудобная. Ну, потому что кажется, что ты... Голова нашего существа, она должна направлять нас. А здесь не так, по-моему. Давай ниже поплывём. Так, мы в какой-то поток вошли. Видимо, переходим на следующий уровень. Вот. Даже переходы красиво сделаны. И музыка очень хорошая. Листья опавшие, редкие. Красиво. Ой, ну да. Это прям будет медитативно. Да, можно... Ага. Чтобы проплыть под бревном, мы нырнули. Понятно, для чего это теперь. Здесь некоторая инерция ещё присутствует. Соответственно, когда ты отпускаешь кнопку, на яд ещё какое-то время будет проплывать. И физика есть. И нельзя одновременно две кнопки нажать. Вот это, наверное, серьёзная проблема. На клавиатуре, по крайней мере, так. То есть, если ты вверх и вправо нажимаешь, оно не будет плыть в верхний правый угол. Господи, животные, утки какие-то. А может, я могу как-то и помочь? Что мне сделать? Как её вытащить, а? Маленький утёнок потерял свою маму-утку. Я должен ему помочь как-то. Пускай он за мной поплывёт. Всё, мы направим его. Мы воссоединим его с мамой. Давай-давай-давай-давай. Не теряйся. Маленький утёнок, не теряйся. Плыви за мной. Плыви за мной. Цвета, сочетание всех цветов. В общем, гармония здесь очень хорошо. Мама-утка. Вы, кажется, потеряли своего ребёночка. Ты собрал всех уток. Главная миссия наша. Собрать всех уток. Тут всего лишь две, но этого достаточно. Так аккуратно проплываем под ними и плывём дальше. Первая миссия наша выполнена. Мы действительно хранителем стали этой реки. А это река. Блин, тут водопадики такие. Вау. Красота. Ну, очень обаятельно, очень симпатично. Не вижу тут прямо уж какого-то шедевра, несмотря на то, что всё очень хорошо сделано. Чего-то, может быть, не хватает какой-то. Чего не знаю даже. Что тут можно добавить, чтобы это прям стал шедевр. Но сделано всё очень хорошо. То есть, и придраться к нечему. Можно... Я не совсем понял, что делать. А, ускоряться под водой, видимо. Вот так нырять немного, да? Видимо, да. Пока не вижу тоже практического применения. Но, может, как и в прошлой ситуации, появится со временем. Может быть, для того, чтобы что-то сделать с... Лягушками? Может, нужно лягушек всех собрать, кстати? Мы их отгоняем, видите, да? И они все вместе не собраны. А нужно ли? Пускай они. Может, им нравится поодиночке тут сидеть. Не, по-моему, они загорают, и у них всё хорошо. Загорают, конечно, учитывая, что здесь дождь. Это так сомнительно звучит. Но, по-моему, у них с настроением всё нормально. Не буду им мешать в дальнейшем. Да, вот я могу их всех согнать. Зачем-то, для чего-то. Они плывут за мной, интересно? Да вроде бы нет. Не, а пускай остаются там, где остаются. Я же могу дальше проплыть просто. Скорее всего, да. Так что проплываем. Так, тут что у нас? Какие-то подводные камни. Можно петь песни? Вау. Ну, вот это уже... Вот это уже софт нам немного... Поднимает планку. Ну, в зависимости от того, конечно, как это будет использовано в игре. Само по себе пока что это ничего не даёт. Но сама возможно... О, я могу с... Ну, вот теперь это похоже, соответственно, на игры от создателей Джорни. Тот же Флауэр, в первую очередь, сразу вспоминается. Я могу собирать с собой листья. Но это в чистой воды. В чистой воды. Флауэр. Звучит хорошо, учитывая, что мы по воде плывём. Листья, листья, листья. Главное, чтобы они не потерялись. Они как будто отстают от нас на какую-то секунду. Листья, которые за счёт нашей песни проплывают дальше. И вместе с ними вон и бабочка. Ты можешь отдохнуть под светом этих лучей, чтобы... У тебя поднялось здоровье, видимо. Давай попробуем. А я могу попеть. Попеть под этими лучами. Здесь, мне кажется, можно и попеть, и попить, и всё что угодно сделать. Скорее всего. Мы плывём дальше. Все листья с нами. Берём этот цветочек. Цветочек, ты с нами плывёшь, не? Поехали. У нас... У нас отличное путешествие, по-моему, выходит. Это действительно великолепное путешествие с листочками. Они все меняют цвет, кстати. Или, мне кажется. Потому что у меня вроде бы не только оранжевые листы были. Я собрал их все. Берём, 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 берём их с собой. А я могу держать кнопку. Я могу держать кнопку, да. Протяжу. У нас всё неплохо, да? Умеем петь. Мы умеем петь. И вниз проплываем. Все вместе, все не отстаём. Отстаём. Вы мои дети. И они проплыли. И они проплыли дальше на следующий уровень. Отлично. Проплываю я туда. Но очаровательно. Очаровательно. Насколько это будет интересно, непонятно. Но мы уже дошли до второго эпизода. Источник, из которого забытые цветки... Цветут, видимо. Появляются. Ой, другая зона. Весна. Или поток. Скорее поток, наверное. Ручей. Кто знает. Ох. Ну вот даже если вот они вот так вот, казалось бы, незначительно, но сильно, на самом деле, по цвету будут отключаться эти уровни, то игра не наскучит. Чисто из-за того, что он будет постоянно менять цветовая гамма. Окружение, наверное, в каких-то деталях. То все, мы можем отлично здесь проводить время на яд. На яд. Красиво. Вот здесь утки плавают. Теперь они все вместе, мне не нужно им помогать даже. Очевидно так. Очевидно так. Ну, пожалуй, на этом месте давайте закончимся. Мне кажется, здесь еще, конечно, можно было вдоволь поплавать. Это затягивающая, как ни странно, игра. Залипающая, несмотря на то, что геймплей максимально примитивный. Но, так как на прошлую демку я вроде бы потратил несколько минут больше, здесь, я думаю, я увидел достаточно того, чтобы помогло мне решить, нужна ли мне эта игра. Конечно, нужна. Она выглядит очаровательно. У нее есть какой-то свой неповторимый лук. Это точно. Так что снаят все очень хорошо. Можем переходить к третьей демке. Резкая смена стиля. Но что насчет Гранд? Не слышал ничего про эту игру. Увидел на фестивале просто скриншоты. И сразу понял, мне нужно это попробовать. Это выглядит серьезно. Серьезно. 24 FPS в меню. Не знаю насчет этого решения. Кинематография. Возможно. Но что-то чувствуется уже из меню. Очень хорошее. Быстрее давайте пробовать. Сюжетно вроде как Point Click. И возможно весь... Блин, субситов нету. А, есть. Было странное чувство. Такое, как будто ты потерял свой бумажник. Уснуть на станции... Уснуть на станции... На поезде. Это одна вещь. И другое дело выпрыгнуть из пустого вагона на неизвестные станции. Это друг... Вау. Вау. Так, я прочитал субтитры. И у меня такие глаза опускаются вниз. И я вижу... Я вижу... Что... Что так красиво. Так, какой-то нуар что ли нас ждет. Здесь немножечко посмотрим. Пошли. Пошли. Я уже заинтригован. Так, мышка. А, мышка или все-таки это платформером управляется? Нет, это, видимо, управляется чисто при помощи мышки. Ну, тогда FPS вообще не смущает. Низкий. Ооо, красиво оформлено. Ну, сразу начинаешь думать, конечно, когда видишь такое. Вот. Даже вот это кликанье на перемещение. Сразу, конечно, вспоминаешь... Ну, лучшую. Одну из лучших повествовать. Одных игр инди. Это Kentucky Road Zero. И надеюсь, что что-то здесь будет похожее. И какие-то предпосылки небольшие к этому есть. Спускаемся. Обучение тут, я думаю, не нужно совершенно. Станция. Наш герой осмотрелся вокруг. Такое загадочное чувство исходило из этого места. Это не самое лучшее место, где можно было бы затеряться. Темный путь в леса. О, красивый, конечно, рассказ со стороны. С рассказчик. И наш герой безымянный. Ну, ладно. Так, что же нас ждет? Мы неизвестно где. Это подчеркивается. Неизвестно, что делаем. Наш герой неизвестен. Так, билетер. Одинокая станция билетера. Киоск. Мастер. Хозяин билетов. Хозяйка билетов? Или хозяин? Ее лицо затемнено. Или его? Горей. Нет, это мужчина. Добрый вечер. О, даже есть озвучка. Так, а где я? Вечер. Добрый вечер, конечно. Где я? Солнце закатное. Блин, сразу тоже вспоминаешь, конечно. Кинтуки Родзеру. Ну, ладно. Бай Таун, сэр. Бай Таун, сэр? Это где? Ох, черт, я заснул в поезде. А когда следующий поезд вернется, мы выпрыгнули на... Понятно, на одной станции, как раз потому, что заснули в поезде. Мы выпрыгнули на первой станции, потому что не поняли, где мы оказались. Заснуть в поезде и выйти на незнакомую станцию. Блин, как это романтично. Я боюсь, что следующий поезд не скоро здесь появится. Ничего не вижу в моем расписании. Но у меня будет свежее расписание к утру. Лучшее предложение от меня это подождать до утра и посмотреть, какие свежие вещи появятся. Все выигрывают, когда приходит утро. То есть нам предлагают остаться здесь непонятно где, как будто нигде до утра. Очень хорошая завязка. Такая сочная. Но мы можем задать такой логичный вопрос, как будто мы не оказались в каком-то сюрреалистичном сне. Разве это не странно? То, что вы не знаете, когда поезд придет. Что вы предлагаете? Нет, давай не будем спрашивать его про что-то странное. Мне кажется, насколько здесь все странно, мы уже должны были это прочувствовать на своей коже. Что вы предлагаете? Просто следуйте по пути через лес. Вау. Больше я ничем с вами не могу поделиться на данный момент, боюсь. Просто не сокращайте путь. Кстати, хороший, возможно, совет. Если у нас будут там какие-нибудь развилки, мы им непременно воспользуемся. Что ж. Хорошо поговорили. Что-то такое светится. Утром, утром, да. Я надеюсь, я смогу к вам вернуться. Давайте проходим вправо. Ну, вот, вот. Экран, пожалуй, вот это сейчас передвижение экрана. Недостаточно плавное, мне кажется. Здесь все должно быть очень эстетично плавно. А здесь как-то немного, как в таком стандартном, типичном, дешевом point and click'е пока это выглядит. Но, с другой стороны, перемещение персонажа очень неплохо анимировано. Ну, это, мне кажется, еще отшлифуется. Эти моменты, это не критичны сейчас, особенно в демке. Когда там игра выходит, я не знаю. Так, а мы действительно оказались в лесу. Что ж, идем вправо. Все очень хорошо, остальное. Эмбиенс, звук, озвучка даже. Мурашки прошли по его коже. Это было неправильное место. Какое-то силуэт здания. Как ты называешь боль, если ты никакую боль не чувствуешь? Хороший вопрос. Заставляет задуматься, но у нас нет времени, мы двигаемся вперед, там силуэт здания. Что-то тут маячит нам. Что это такое? А, как подобрать? Средняя кнопка у нас открывает вот, что я думал, меню, а оно инвентарь откроет. У нас есть инвентарь, зажигалка, бумажник. Видал лучшие деньки из бумажника, да? Это печально, когда такое происходит. И место, где отдохнуть у нас задача. Билетер сказал мне, что мне нужно отдохнуть в местном баре. И поспрашивать направление. И насчет возможности, чтобы арендовать комнату до утра через лес. Ну что ж, погнали через лес. Куда я нажал? Я куда-то нажал, куда не надо было нажимать. Станция, я вернулся назад на станцию, не надо было. Идем дальше в лес. Я, видимо, перезапустил что-то. Уровень сначала, или просто телепортировался. Тут быстрое перемещение будет явно. Что-то маячит, но я не понял, как с этим взаимодействовать, к сожалению. Может быть, я могу воспользоваться зажигалкой? Нет. Скорее всего, нет. Предметами вроде бы нельзя взаимодействовать. Ну, маячит и маячит, ладно. Осмотреться. Это просто точка обзора отличная. Это с этим я не спорю. Неужели это местный бар? Нет, скорее всего, это какое-то другое здание. Мы двигаемся дальше. Ну, красивая картинка. Бар. Бар. Вот справа он начинает маячить. Абсолютно точно. Там хотя бы какой-то свет есть. Как много постояльцев. Как много людей вообще в нем. Не густо. Сразу видно. Так, ну бармен, по крайней мере, на месте. Выглядит достаточно обычно. Добрый вечер. Это мы к нему обращаемся. Оказался какой-то грубиян. Это разве выглядит так, будто что я продаю табак. То есть... Он подумал, что мы курим. Неудивительно, по нашему виду. Я, в общем, не очень удивлен. Можем, конечно, погрубить ему в ответ, но давайте не будем накалять обстановку. Мы непонятно где, непонятно, что это за люди. Нет причин быть грубым. Постараемся так обратиться. Я вижу прекрасно, где я оказался. Типа, ему не нравится, что мы стоим. Он говорит, нет причин заходить в бар и стоять, как будто мы танцуем. Садитесь. Так, я уснул. Давай объясним ему тоже нашу ситуацию. Я уснул в поезде, я никогда здесь не был. Что это за место? Поезд? Ну что ж, это просто обыкновенный маленький городок, я полагаю. Обыкновенный маленький городок, подальше от всяких чудаков. Интересно, мы чудаками считаемся? А может быть, это он чудак для нас? Любители истории... А, в общем, какие-то у него стереотипы по этому поводу есть. Давай спросим, как далеко город отсюда? Я ничего не знаю о городе. Везде все одно и то же, если спросить меня. В конце всегда дерьмо. В общем, нерадужная картина мира у этого бармена. Мне кажется, барменовому при таком вот мрачном видении мира не стоит оставаться. Может быть, поэтому у меня нету посетителей. Тяжело поверить, что нигде нет города. Дружище, если ты хочешь жить здесь, то не лезь не в свои дела. Я намерен так делать, и тебе стоит тем же заниматься. Спасибо, что я здесь не живу и не собираюсь вроде жить. Куда мне вообще отправиться? Какие у меня есть варианты? Купить, выпить. Естественно. Что ты еще мог сказать? Я не удивлен вообще. А, у меня... Я не могу ничего выбрать. Назвать героя, кстати, только сейчас обратил внимание. Просто вернись обратно на станцию и спроси парня. Там может быть какое-то есть место. Что за станция? А вы не можете мне просто сказать? Что ты такой противный оказался, Том? Я говорю, я занимаюсь своими делами. Есть отель? Есть все-таки есть отель. Ты можешь найти место, когда к остатке. Но ты должен спросить об этом на станции. Все. Все. Мне кажется, с ним бессмысленно больше разговаривать. Давайте двигаться дальше. Я надеюсь, что он все еще там. Не делай это грустное лицо. Я старался тебе помочь. Вот и все. И никакого глупого чата. Понятно. Ну, он нам помог. Типа, зайди в отель. Бар странный, кстати, да? Может быть, это отель. Можем зайти внутрь? Нет, мы не можем зайти. Отель значит где-то дальше. Бар мы проходим мимо. Или можем зайти все-таки? Не совсем понятно. Он не хочет идти вправо. А может, я все-таки могу у него купить, выпить? Это было бы разумно. Ну, чтобы уважить его немножко. Он все-таки нам как-то помог. Немного, но помог. Нет, мы, видимо, не можем это сделать. Вернемся на станцию тогда. Или на станцию он имеет в виду вернуться вообще налево. Видимо, да. Вау. И никогда не знаешь, с кем лучше встретиться. С вежливым человеком, который тебя направит куда-то неправильно. Или с таким вот грубилым, которым скажет тебе просто отвязаться от него. Да, кстати, он-то, конечно, нам нагрубил, но он при этом оказался совершенно безвредным. Это стоит отметить. Мы возвращаемся на станцию, и там чувак, видимо, нам должен все-таки сказать, куда идти. Мы такой непрекаянный ходим вообще туда-сюда, туда-сюда. Здравствуйте. Я вернулся достаточно быстро. Подождите. Вы уже вернулись так быстро? Да, утро еще не наступило, как я понимаю. Чувак в баре предложил мне осмотреться, вернуться к вам еще раз. И что вы можете показать мне направление к отелю местному? Я бы смог, мог бы там снять комнату. Да, он так сделал? Ну да, вы можете. Главное, не берите никакие неправильные повороты. Двигайтесь налево. И там найдете что-то за лесом, видимо. А здесь много поворотов? Вы так загадочно звучите, сэр. Вот это подозрительно. У меня есть свои руководства к действию. Пожалуйста. Как только у меня будет информация о следующем поезде, ну все, здесь он ушел в отрицание, ничего нам больше не скажет. А пока что я вам должен сказать доброй ночи. Доброй ночи и вам, ладно. Он вежлив хотя бы, пускай может быть это не совсем натуральная, естественная вежливость. Мы тем не менее можем двигаться налево. Мы сможем здесь пройти? Я не уверен. Мне кажется, мы застряли на этой станции. Далеко мы не прошли, много всего не увидели. Кстати, антураж выглядит весьма минималистично. Я не смог за вот это время, наверное, сделать прям глубокий вывод. Определенная игра выглядит интересно, но ей явно нужно уделить больше времени. Насколько она раскроется в полной мере, пока сказать сложно. Но взять на заметку, это определенно. Игру стоит, я ее буду ждать. И ждать, в первую очередь, отзывов по ней. Потому что выглядит амбициозно. Но насколько эта амбициозность вылится во что-то, пока сказать еще расскажу. Сложно. Что ж, давайте переходить к следующей дымке. Продолжаем атмосферщину. Хос, сонг, метроидывание. И, судя по меню, тоже весьма стильное. Поехали. Так, ну, выбрать можно сложность. Эксплорер, это типа, да, который режим тебя больше щадит. Но оригинально выбираем. За 12 минут я не думаю, что мы прям очень сильно пострадаем от оригинального уровня сложности. Ну, у нас действия в космосе происходят. Делаю я сразу предположение. Dead suit. Мертвый костюм. Он был в тишине многие годы. Но что-то внутри в этот раз пробудилось. Что-то новое. Мне кажется, это скорее название корабля какого-то. А, это мы, наверное, Dead suit. Скорее всего. О, ну, стиль, да. Вы видите этот стиль? Сразу стиль присутствует. Мы, по-моему, приземлились только что на какой-то планете. Так, геймпад-то у меня не ловится. Хотя игра с геймпада, говорят, лучше всего должна играться. Привет. А кому ты говоришь? Ты тут один. Вообще никого рядом. Какие-то существа. Это настоящие или это роботы маленькие? По-моему, настоящие. Выглядит очень необычно. Заросло-то все как. Смотрите, этот, видимо, корабль давным-давно здесь разбился. Но вот этот наш робот, главный герой, только сейчас пробудился. Или главная героиня, это роботесса, скорее. Судя по голосу. Так, это, по-моему, какая-то обитаемая планета. Ну, не только вот этими существами, но кем-то разумным. Судя по вот этим вот следам. Так, а мы спускаемся куда-то вниз в подземелье. Ну, пошли. Ну, перемещение не такое плавное, конечно. Ой. И оно что-то наступило, и оно... И оно нас испачкало. Надеюсь, эта слизь не токсичная. Несмотря на цвет. Стреляйте из бластера. Давай постреляем. У меня серьезный геймпад не видит. Ну, ладно, ничего страшного. Так, ну, из клавиаток достаточно удобно. Я могу это сломать? Сколько у нас патронов, кстати? Они собираются со временем. А, вот это неплохо. Это мне нравится. Прыгать пока не научился. Ну, и так нормально. Так, ладно, давай двигаться дальше. Оно сломается? Оно сломалось, ура. Путь открыт. Немножко сужается. Проход. Ну, вроде бы ничего страшного. Так, а наверх? Прицелиться-то же можно. Ага, отдельная кнопка для прицеливания. Так, а как наверх забраться? Вот это мне никто не обучил. Как стрелять-то вверх-вправо, чтобы прям точно попасть куда нужно? Он не прицеливается. Ну все, если мы сейчас здесь застрянем, это будет забавно. Ой, я могу бить. При помощи своей руки. Кстати, у него, по-моему, руки сломаны. Как будто так. Какая кнопка прыгать? Я должен сейчас успеть понять, какое это управление здесь используется. Ну, давай попробуем. Прыжок. Где кнопка прыжка? А мы вообще умеем прыгать? Я не уверен в этом. А можно клавиатуру? Да, вот отличная клавиатура. Спринт. Бластеры. Режим прицеливания. Это я разобрался. А джамп это кнопка Z. Ну, надо было... Надо было, конечно, попробовать. Все, отлично. Я могу стрелять в прыжке. Все. Окей. Звуки забавные, когда прыгаем мы или вообще взаимодействуем с миром. Ой. А это что за существо? Ну, картинка, картинка, должен сказать, впечатляет. Вот что-что, а картинка точно впечатляет. Ой, я упал куда-то. Так. Спасибо, что обучение наконец-то подключилось. Откройте... Да, управление с клавиатурой пока что не настроено, но я не смог никак подключить, поэтому... Мне кажется, управление с клавиатурой здесь требуется... Ну, как минимум можно, чтобы было бы его персонализировать, потому что какие-то кнопки совершенно дикие используются. Так, мы открыли меню. Прокачка. Ну, метроидвания с прокачкой такая вот у нас. Здесь нас ждет... Есть какая-то карта. Давай взглянем. Ну, карта метроидвания. Инвентарь есть. Здесь мы пока ничего не взяли. Модули. Так, это нам нужно как-то активировать, может быть? Вроде бы нет. Так, нам надо впрямо. А что насчет вот этого существа? Кстати, нас только что травмировали. Здоровье я теперь понял, где мое находится. Существа похожего на человека на самом деле. Он тут довольно, мне кажется, давно висит. Хотя, возможно, должен был бы его труп разложиться сильнее. Может быть, это растение, за которое этот человек зацепился. Его спасло тело от разложения. Так, с этими существами я не буду связываться. И убивать их тоже не буду. Хотя патроны у меня и бесконечные. Двигаемся пока что спокойно. Вправо. Красивая. Красивая природа. Прям чувствуется, что ты на какой-то планете оказался. Непонятно. Как ты так быстро растешь? Цветок. Наш робот познает этот мир. Это мило. Я не могу с ним взаимодействовать, к сожалению. Продолжаем пока что проходить вправо. Маленькие такие уровни совершенно открываются. Частые загрузки. О-о-о-о. Мы погружаемся в темноту. И здесь какие-то, видимо, опасные твари. Но пройти мимо здесь не получится. Хорошо, что у нас пока что вот такие почти что бесконечные заряды. А я могу держать кнопку, да? И мы будем прям стрелять из этого бластера. Боевая система, говорят, раскрывается со временем. Кстати, он перегревается. Наш бластер. Надо следить за этим. Наш бластер это просто наша рука. Если что. Я тебя заметил. Что, присел? Думал, я тебя не увижу. Не тут-то было. Да, нужно следить за перегревом. Это пока что единственная проблема, которая у нас может возникнуть. Аккуратно ступаем. Опять цветок появился, да? Собирать мы не можем его. Ну, пропрыгиваем вправо. Внизу я не хочу узнавать, что там. Проверять. Здесь, по-моему, какие-то надгробия стоят. И мертвые чуваки, которые явно проснутся. Поэтому я даже не буду ждать, пока они меня в спину зайдут. Сразу с ними разберусь. Есть, конечно, да, ближний бой, с которым я уже разобрался. Выглядит он слабовато. Хоть какой-то пусть будет. А тот что, из одного бластера, что ли, только стрелять? А, если у нас перегрет бластер, то ближний удар будет мощнее. Надо посмотреть по вот этим показателям урона. Циферки здесь могут пригодиться. Вот сейчас он у меня не перегрет. Но тоже 34 нанеслось. Ладно, я буду стрелять из бластера. Мне нравится, на самом деле. Уже нравится, как он стреляет. Кстати, вот. Космический корабль, похожий на какое-то насекомое. Очень красиво здесь застрял. В этих пещерах. По-моему, там, кстати, робот, показывающий средний палец. Но это, может быть, визуальная иллюзия. Ладно, проходим вправо. Ну, очень красивая графика. Довольно симпатичный главный герой. Главная героиня. И много интригующих моментов. Интересные враги, кстати. Вот эти... Учитывая, что здесь какая-то неизвестная планета, здесь может фантазия разработчиков очень далеко разыграться. И это будет очень-очень хорошо. Ой, да, стал сильно урон наноситься. Только он... Наша рука разогрелась. А ты что такой живучий? Тебе цветы защищают, что ли? Я тебя, может, не могу уничтожить, пока ты с цветами? Это бы многое объяснило. Надо же. Так, и мы можем что-то собрать теперь с него. Мы нашли какую-то ячейку, восстанавливающую здоровье, очевидно. Так, а как ее использовать? А, все. Отлично. Нас восстанавливают местные растения. Это же прекрасно. Дождик капает. Ммм. Ну, очень приятная атмосфера. Ты чувствуешь, что играешь не в еще одно метро и два, не чисто из-за вот этого окружения, из-за вот этого всего мира. Мне очень нравится, как воспринимается все здесь происходящее. Звуки тоже очень хорошие все-таки. Так, а как наверх подняться? У меня двойного прыжка нету. Это может быть проблема. Я туда не залажу. У меня нету возможности туда залезть. Тут можно где-то пройти, может быть? Я не вижу проход. По-моему, нет. Какая-то кнопка вскарабкивается, позволяющая нам. У нас есть, кстати, что-то типа стамины или заряда энергии. Я не могу туда подняться. Это интересно, кстати. Ну, мы неплохо так прыгаем. Может быть, с разбега попытаться. Я попробую. Вряд ли. Здесь нет такого разбега, который бы позволял прыгать прям сильнее. Как будто нужно было бы от чего-то толкнуться, что ли, раз нет двойного прыжка. Гравитация здесь, она такая немножко странная. Но явно недостаточно. Недостаточно низкая, чтобы можно было допрыгнуть до туда. Вот, можно вот так стрелять. Может быть, нужно попасть туда? Нет. Скорее всего, нет. Мы, кажется, здесь и встанем. Не поняв, что к чему дальше. А может быть, если я сяду и потом резко прыгну, это будет выше прыжок? Не похоже на то, на самом деле. Может быть, я могу собрать цветы? Может быть, что-то другое? Ну-ка, еще раз. Не, не допрыгивает. Не допрыгиваешь? Ну и ладно. Что ж. Насчет геймплея я вообще не уверен. По геймплею такая, не самая, наверное, какая-то цепляющая метроидвания. Но по окружению, по миру, по вселенной, скажем так. Это что-то такое. Это что-то особенное. В общем, если и заинтересует меня в дальнейшем игра, то чисто из-за своего мира. Он очень симпатичный, очень затягивающий. Давайте переходить к пятой и последней демке. Ну и на финал фестиваля я оставил кое-что горяченькое. Metal Hellsanger. Шутер. Вроде бы очень динамичный, скоростной в стиле Doom с металлом. Показали игру на недавней тоже конференции, которая у нас была вместо E3. И она впечатлила многих как раз своей музыкальностью. Посмотрим, почувствовали мы эту музыкальность в демке. Хотя бы немного погнали. Демоны ждут нас. А может быть мы сами будем демоном. Калибровка яркости, спасибо, но не надо. Ну давай немножко потемнее, конечно, потемнее. Такие игры должны быть потемнее. Чуть-чуть убавил, надеюсь, не слишком темно. Поехали. Пропускаю калибровку звукоизображения. У нас нет для этого времени. Эта игра явно действительно будет прям ритм-экшеном, что ли? Такого в Doom не было. То, например, по калибровке звукоизображения. Надеюсь, справимся. Надеюсь, она еще будет хорошо оптимизирована. В такой игре важен высокий FPS. Перезидеть оружие. Вообще управление минималистичное. Я заглянул в управление. Все очень просто. Вот прям музыка включается сразу. Вау, здорово. Мы играем за человека вроде всего. Вроде бы. Судя по этому голосу. Или мы играем за вот эту демонессу. Она выглядит круто. Я даже не знаю, мы будем играть за вот героя, который сражается в ближнем бою. Или все-таки из чего-то стрелять будем. Сейчас поймем. О, мы будем играть за нее. Так, и она рубит мечом. Хорошо, я не против. Поехали. Не будем терять время. Так, быстрое перемещение, плавное. Встреча с марионеткой. Это первый босс. Ну, так себе, кстати, ощущается пока что. Такой немного в Дарк Медиах. Но какой-то такой простенький, казуальный. Двойной прыжок есть. А, ну все, это на быстрое перемещение. Все, не стоит останавливаться. Нужно набирать темп. Смотрю, есть какие-то у нас способности другие, может быть. В зависимости от того, как ты, куда бежишь. Атакты в такт наносят больше урона. А как почувствовать такт? Ритм, ритм нужен. Ритм именно не под музыку, потому что у нас сейчас нету. Выполнить четыре атаки в такт. Я попробую. Враги такие себе. Они, по-моему, даже у меня не готовы. Пока что. Я смог, я не знаю. Я не почувствовал такт. Но, видимо, все было неплохо. Пока что другая музыка, которую мы слышим на фоне, она в этот такт никак не заходит. Они, кстати, наносят мне урон. Вау. А можно я по тебе буду попадать? Так, ладно. У нас есть... А, у нас есть рывок. Все, я вижу. Рывок. Ты делаешь рывок и ударяешь в этот момент. Подсвеченные враги уязвимы. Совершите зверское убийство. Давай, я попробую. Нужно нажимать именно, когда вот этот квадрат полностью подсвечивается. Это будет у меня подсказка? Или как я должен это ощущать? Зверское убийство приносит жизнь и что-то там еще дает. Жизнь у нас все хорошо. Постановили. Но выглядит неплохо. Выглядит неплохо, но не сказать, что прям как-то выдающимся образом. Так, не даю ему шанса. Добиваем. Отлично. Добивание не выглядит достаточно брутально. Вспомните добивание из дума. Здесь пока все скромненько в этом плане. Уворачиваться можно зато. Уворачиваются. Они пытаются уворачиваться. Фиг ты им. Их нужно обязательно добивать, чтобы восстанавливать здоровье. Это я сейчас понял. Серия попаданий один. Вот это серия. Зимний такой пейзаж не совсем адский, я бы сказал. О, это у нас мелодрама, романтическая история. Может быть даже ромком. Мне стало интересно просто чей-то голос. Мне нравится этот кузуальный стиль повествования, несмотря на творящийся вокруг ад. А, так это ты, череп? Может быть, этот череп все это озвучивает. Это было бы логично. Вау, красиво, стильно. Нас как будто поймали в какую-то ловушку. Мне кажется, нас эта ловушка не должна страшить. Новая находка. Пас. Пас. О, это другая музычка включилась. Вот это я сразу понимаю. Пас также можно использовать, чтобы поддерживать уровень ярости, пока поблизости нет демонов. Так, и как это? А, он стреляется. Он хорошо стреляется. Что у него с зарядами? Пока противники особо ничего не безумствуют. А я могу его использовать как супер-атаку? Могу еще как. Ну это да, это прямо ритм-шутер от первого лица. Неплохо, неплохо. И пока что в этот ритм мне тяжеловато немножко входить. Ваша шкала ярости находится в верхней части экрана. Я жду, не дождусь, чтобы узнать, что случится, когда я заряжу ее полностью. Попадания в такт повышают ярость. Отличные попадания приносят больше всего ярости. Что логично. Ну вот, стреляет он как из какой-то пукалки. Не чувствуется никакой брутальности в этом мече. Это правда. Так, там какие-то существа пошли. А можно я возьму другое оружие, наверное? Впрочем, я разбираюсь с ними и так. Есть ритм, есть ритм какой-то. Да-да-да, чувствуется ритм, немножко подкачиваешься со временем. Я нашел максимум ярости. Вы подобрали бонус ярости. Когда уровень ярости достигает 16-х, начинают звучать слова песни. То есть ты ярость подбираешь, чтобы услышать музыку получше. Охренительно. Поехали. И скорость моя немножко усилилась. А врагов-то уже больше нету. Враги, вы где? Самое время вам появиться. А вот и они. У него бесконечная заряда? Сейчас музыка закончится, к сожалению. Я только начал заряжаться. Но ты можешь поддерживать ярость, если попадаешь по врагам дальше. Переключаемся быстро на другое оружие. Отлично. 8х. 8х уже слабенько. Слова закончились. Нужно именно 16х набирать. Так, это арена. Это арена шутер у нас сейчас пошел. Я должен защитить свою территорию, не дать им пробиться. Со здоровьем все нормально, мне не нужно восстанавливать. Неплохо, неплохо. Нужно добить кого-нибудь из них. Здоровья не слишком много осталось. Отлично. Достаточно. Да, восстанавливается неплохо с этих маленьких кристаллов. Так, ребята, уворачиваемся от них, когда они близко, лучше увернуться, чем менять оружие. Лучше, мне кажется, мечом. Паст неплохо, конечно, это, скорее всего, действительно он был озвучен. Но я бы здесь взял меч. Вот. Вот это другое дело сразу. Вот. Вот я почувствовал, мне кажется, с мечом куда лучше. Совсем другое дело. Восемь икс. До шестнадцати икс чуть-чуть не хватило. Так, всю информацию забудь. Это было обучение, все. Мне кажется, я его прошел. Я могу дальше? Могу. Это действительно был череп. А она, наша демонесса, она будет молчать все время. То есть, комментировать все будет только череп. Ну так, неплохо. Неплохая парочка. Хороший бодишутер нас ожидает. Так. Дальше. А, еще не загрузилось. Подождем немного. Отправиться в ад сам эту? Хорошая идея. Немножко еще успеем. Скиджи, но это другая вроде бы музыка. Другая песня. Так, здесь помрачнее. Поогненнее. Ну, в плане сюжета все будет простенько. Я не удивлен. Так нас там уже ждут. О, я нашел оружие. Дробовичок. С ограниченными патронами. Хорош. Вот это, вот. Дробовик. Это другое дело. Любую игру дробовик красит. Особенно думоподобную. Сразу двух. Неплохо. Дробовик расходует боеприпасы для перезарядки. Ну, я знаю, как передаряжаться. Спасибо. Кажется, это шутер для тех, кто никогда не играл в шутер. О, я промазал. Да, это я. Никогда не играл в шутер. Попадаю по противнику. Слушай, ну да тут ограниченные патроны. Они уворачиваются. По-моему, до этого они не уворачивались. Из дробовика в ритм сложнее стрелять. Это я согласен. Так, а еще есть противники остались? Мне бы здоровье восстановить. Какие... Какие ловкие. Это мне. Кристаллы. Порох... По-моему, пора переходить на меч. Нужно... Нужно немножко увернуться. Пас недостаточно хороший. Слушай, их много стало. Мне надо... Мне пора бежать. Вот это другое дело. Сзади. Так, кристаллы. Вижу кристаллы. Нужно немножко в здоровье взять. Восстанавливаем. О, уже другое дело. Это я понял. Сколько тебе нужно пазов, чтобы добить? Наконец-то. Так, дробовичок. Продолжаем. Берем его обратно. У него все-таки тоже бесконечные патроны. Нужно постоянно перезаряжать, как я понял. Ух ты, что ж. Ну тут все будет похоже на аренах задействовано. С этими обычными тварями я уже должен был научиться справляться. Но они нападают группой. Спускайтесь, тварюги. Так, здоровья. По-моему, они меня зажали. Нихера. Здоровья вообще не осталось практически. Немножко восстановились. Музыка вернулась. Когда мало здоровья, музыка заглушается практически не слышно. Вот, другое дело. Слушай, паз получше, чем дробовик. Дробовик не дает их добивать. Который позволяет нам проходить дальше. Очевидно. Вау. Ну, надеюсь, игра порадует все-таки визуалом вот таким внешним. Но, к сожалению, время на нее закончилось. Я заигрался. Неудивительно. Как под такую музыку теряется ход его времени. Это точно. Ну, это не Doom. Это явно не уровень Doom. Но все равно, что-то в этом есть. Если хорошо вот эта механика с музыкой, с металлом, с ритм-экшеном будет реализована. И к ней игроку легко будет привыкнуть. То получится конфетка. Что ж, это была последняя демка этого фестиваля. Будем ждать следующих в фестивале Steam. Чтобы снова сыграть кучу демок за определенное количество времени. А на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока.